Здравствуйте! Сегодня я представляю вам книги, посвященные миру особого детства. Авторы их – специалисты, работающие с особыми детьми, родители особых детей и сами дети. Герои этих книг – семьи с особыми детьми, их жизнь в окружающем мире. Первая книга, о которой я вам хочу рассказать, написана известным психологом Ириной Млодик. И называется она «Ограниченные возможности. Как жить в этом мире, если ты не такой, как все?». В этой книге Ирина Млодик ведет разговор о особых детях. И состоит эта книга из двух частей. Первая часть – это рассказ об особых детях и особых людях. Кто такие особые дети? Каким образом становятся особыми детьми или особыми взрослыми людьми? Как общаться с особым ребенком? Как строить отношения с ним, если хочешь подружиться? Автор надеется, что взрослые люди, взрослые читатели, прочитав эту книгу, перескажут ее своим детям. А дети взрослые, например, младшие школьники или подростки, сами ее прочитают. Почему она написала эту книгу и почему надеется на ее прочтение, автор объясняет вот так. Она говорит, что особым и неудобным может стать каждый из нас. Даже если чья-то особенность нас не касается, в любой момент все может измениться. Вторая часть этой книги – это роман. Вторая часть книги – это роман «Особые люди», который повествует о жизни особых детей в обществе, где совершенство стало нормой, а неспособные его достичь люди, оказались под запретом. В заброшенном городе, портящем идеальную картинку идеального мира, остались жить некоторые жители, которые не согласны с планами правительства. Среди них оказались особые дети и подростки. Они очень разные. Например, корявая – это девочка с ДЦП. Псих – это мальчик, который страдает расстройством аутического спектра. Толстый – еще один герой, он страдает ожирением. Белая ворона или просто белая. Девушка, не имеющая ментальных нарушений, но имеющая свою точку зрения на происходящее в городе и в стране, отличную от всех остальных. Почему эти ребята, как и другие жители города, остались здесь, несмотря на угрозу уничтожения? Как сложится их судьба? Как сложится судьба города? Ответ можно найти или попытаться найти, прочитав этот роман. Сам роман – это размышление о человеческой инакости и о том, как не хочет быть человек переделанным, а хочет оставаться самим собой. Вторую книгу «Дорога к любви. Путеводитель для детей с особыми потребностями» и тем, кто идет рядом, написал Олег Романчук. Это одновременно очень светлая и пронзительная книга о детях с особыми потребностями и их семьях. Ее автор – Олег Романчук, психиатр, психотерапевт, руководитель учебно-релибитационного центра «Джерелла». И эта книга издается не первый раз. У меня в руках ее третье издание. Посвящена она, как я уже говорила, семьям с особыми детьми и их родителям. Почему? Потому что рождение особого ребенка в семье кардинально меняет всю жизнь семьи. Ребенок переворачивает всю эту жизнь, зачеркивая те мечты и те ожидания, которые были у этой семьи до его рождения. Что же делать дальше? По мнению автора, у таких семей есть несколько путей. Один из них – это путь нереальных ожиданий. Стучаться во все двери, искать новые методики и делать все для того, чтобы их ребенок стал нормальным. Вторая дорога – это дорога, тоже заканчивающаяся тупиком. Это дорога оплакивания своих ожиданий, надежд, ухода счастливой жизни и небытие, потому что ребенок не такой, как все, и жизнь семьи, соответственно, не будет такой, о чем им мечталась. А третья дорога, которую предлагает освоить автор, это дорога любви и счастья. Но для того, чтобы ее увидеть и принять, надо отойти от двух первых путей дорог. Второе название книги – «Путеводитель для детей с особыми потребностями». Это практическое руководство для тех семей, где живут такие дети. Автор сравнивает его с картой, на которой расставлены ориентиры, по которым нужно двигаться в своем пути. Это и рекомендации о первых шагах, которые нужно сделать, и о том, что необходимо делать такой семье в дальнейшем. Но это не сухой рассказ о проблеме, о возможностях ее преодоления. Любая из этих проблем сопровождается историями из жизни особых семей, рассказами как родителей, так и самих детей, растущих в этих семьях. Как они справлялись, как строили свою жизнь в тех или иных условиях. И вся эта книга, весь разговор о том, как будут расти дети, он не только о родительской работе, об общении с детьми, а о движении по дороге счастья, не смотря на любое заболевание ребенка. Еще одна книга, о которой я вам хочу рассказать. Эта книга написана не одним автором. У нее несколько авторов, и они рассказывают свои истории. Это Мария Беркович, специалист, работающий с детьми или людьми с тяжелыми нарушениями развития. Олег Романчук, о книге которого я уже говорила ранее. И Галина Каган, мама особого ребенка. Рассказ Марии Беркович, это опыт ее первого профессионального погружения в мир особого детства. Размышления о судьбах и характерах, ее подопечных, о семьях, где они растут. Она размышляет, как помочь особенному ребенку, что можно считать успехом реабилитация, а что нет. Как избежать профессионального выгорания в этой нелегкой работе уже на начальных этапах. А такое тоже бывает. Олег Романчук повествует о том, как и почему он пришел к работе с особыми детьми, как повлияло на него, на его жизненные взгляды и профессиональный путь волонтерства в организации «Вера и свет» и особый мальчик Мирон, как он говорит, особый, умственно отсталый мальчик Мирон. Третий рассказ – это рассказ мамы особого ребенка. Галина Каган и ее мальчик Саша – это авторы следующей истории. На момент ее написания Саши страдающему тяжелой формы ДЦП было уже 40 лет. Так о чем же их истории? История мамы – это приятие диагноза своего ребенка, жизни в изменившихся условиях и выстраивание отношения с миром при инакости своего ребенка. Рассказ ее сына Саши – это рассказ о себе, о своих увлечениях, о том, что ему нравится, а что не очень, чем он увлекается, что ценит в мире. Вот такая интересная история небольшой особой семьи. Ну и последняя книга, о которой я вам хочу рассказать, называется она «Необычные родители. Пособия по взаимопомощи для родителей и людей с особыми потребностями». Эта книга является продолжением и средствием проекта «Эльза», существующего в Санкт-Петербурге, и создан он для психосоциальной поддержки родителей и близких людей, страдающих тяжелыми нарушениями развития и ментальными нарушениями развития. И состоит она из трех частей. Первая часть – это рассказы родителей особых детей, родителей из разных стран, о своих семьях, о своих детях, о жизни семьи с особым ребенком. Рассказы очень разные. Вторая часть рассказывает о значении и возможностях групп родительской взаимопомощи. Для чего нужны такие группы? Как их можно организовать? Что можно, что, вернее, рекомендуется рассказывать в таких группах, что рекомендуется обсуждать, а что обсуждать категорически не рекомендуется. Кроме того, здесь идет разговор о том, что родительские группы взаимопомощи могут со временем объединиться в родительские сообщества. И такие сообщества существуют. Существуют они в России и есть они в Санкт-Петербурге, в том числе участвуют в программе Эльза. Здесь рассказывается, как эти сообщества существуют, чем занимаются, какие мероприятия организуют и многое другое. И еще одна важная часть этой книги это информация о российском законодательстве в контексте самостоятельной жизни детей и людей, в том числе и с ментальными нарушениями. Так как информации по этой теме обычно очень мало, ее трудно найти, она будет полезна для родных и близких. особых детей и особых людей. Вот такие разные книги сегодня я вам предоставила в обзоре. Они помогают понять, кто такой особый ребенок, а может быть даже особый человек, понять его внутренний мир и возможно попытаться наладить с ним взаимодействие. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...